Я вас приветствую. Хотела бы представить вашему вниманию новый курс, который планируется с 02 июня проходить в учебном центре специалиста, посвященном восстановлению бухгалтерского учета с использованием программного продукта 1С. Несмотря, давайте так, немножечко о себе расскажу. Меня зовут Санкина Екатерина, я 20 лет работаю в бухгалтерии, из них 16 лет главным бухгалтером, являюсь преподавателями курса по бухгалтерскому учету и налогообложения в учебном центре компьютерного обучения специалист и также преподаю программные продукты фирмы 1С. Безусловно, возвращаясь немножечко назад, к теме курса восстановления бухгалтерского учета, для нас будет неотъемлемо связана и с восстановлением налогового учета, так как труд бухгалтера ежедневный непосредственно связан не столько с формированием бухгалтерской финансовой отчетности, которая как раз лежит в основе определения бухгалтерского учета, но и в подготовке и формировании и сдаче отчетности в налоговые органы, в органы фондов страхования и пенсионного фонда. Соответственно, на нашем курсе мы с вами не обойдем такие именно моменты, как и будем говорить о восстановлении одновременно и налогового учета, и совсем немного затронем кадровый учет, просто там тоже отдельная такая совсем тема, мы можем просто увязнуть в ней. Значит, когда-то, когда я начинала работать главным бухгалтером, было очень много сложностей, очень много непонятностей, которые меня сопровождали, и все они, конечно же, были связаны именно с тем, что мы зачастую с вами просто не можем сложить элементарные вещи, хотя мы их все знаем. Позиционирую этот курс как такой некий толчок вот именно к тому, чтобы вы могли и не боялись работать самостоятельно. Ну, немножечко, да, такая стандартная схема именно вебинаров, которые в рекламных целях проходят в нашем курсе, в нашем учебном центре, простите, наш учебный центр самый большой на территории Российской Федерации, мы представляем большое количество курсов, в том числе и те, которые посвящены бухгалтерскому учету и налогообложению. Наши эксперты, преподаватели практики с удовольствием и с радостью делятся с вами, своими знаниями и практическим опытом. Форматы обучения вы можете выбрать для себя наиболее подходящие. И очное обучение, конечно же, при непосредственном контакте с преподавателем сейчас набирают очень такие большие обороты, интенсивно развивается открытое обучение. Это тогда, когда вы приходите в класс, непосредственно можете общаться с преподавателем, но работайте именно в своем темпе. То есть смотрите вебинар в любой момент, по любому вопросу, который у вас возникнет, можете обратиться к присутствующему преподавателю, уточнить те или иные моменты. Наш курс планируется по продолжительности 16 академических часов. Предварительно. Это, конечно, обязательное условие. Нужно иметь навыки бухгалтерского учета. Не обязательно, конечно же, посещать курсы, но все-таки обязательно знать, откуда берется депет, откуда берется кредит. И вообще, наверное, вы, конечно же, прекрасно, я понимаю, если вдруг созреете и придете именно на курс, посвященный восстановлению бухгалтерского учета, то это будет не для общего развития, а все-таки я понимаю, что, видимо, вам это нужно, возникла такая потребность. По поводу знания программного продукта 1С. На уровне 1, уровне 2, на уровне 1 даются такие общие навыки, основы именно отражения операций в бухгалтерском продукте бухгалтерия 8. А уже те, кто пойдут на уровень 2, будут более углубленно изучать те или иные операции, посвященные автоматизации учета. Поэтому, конечно же, мы с вами будем работать достаточно быстро и разбирать какие-то такие для нас уже очевидные вещи, как отражение каких-то простых операций. Мы с вами этим заниматься не будем. Да, вот так вот как-то вот закрутила я свое предложение. Курс поделен на 4 модуля. Мы с вами поговорим, почему нам необходимо восстанавливать бухгалтерский отчет, с чего начать процедуру восстановления. Во втором модуле будем собирать и проверять документы и выполнять восстановление работ и отражению хозяйственных операций. Сразу поясню, что все операции будут минимально простые, они будут максимально, возможно, однотипными. Какие-то документы уже будут заведены в программу, такие как формирование уставного капитала, оплата уставного капитала, потому что это проходится на такие простые операции у нас разбираются первоначально. Предполагается, что, конечно, мы на это время тратить не будем, потому что даже если мы с вами заводим реквизиты организации, но где-то минимум минут 20 на это нужно, мы будем с вами все-таки позиционировать, что время наше драгоценное, будем направлять его именно в то русло, направлять восстановление его, направлять восстановление бухгалтерского учета. И третий модуль, он будет сам такой большой, и проработка его будет направлена на изучение оборотно-сальдовой ведомости, понимание оборотно-сальдовой ведомости, понимание контрольных соотношений, которые должны быть в программе. И будем с вами говорить о том, что арифметические контроли-показатели – это основа, одна из основ, по которым мы с вами будем работать. Планирую, что буду предоставлять вам так называемые чехлисты, что зачем делать, на что обратить внимание, у каких счетов какие должны быть сальда, какие счета должны быть в пропорциональном соотношении с какими счетами, а также сходиться, так это все назовем. Соответственно, также планируется, что мы с вами уделим особое внимание на модуле 3 именно проработке таких незначительных ошибок, которые могут быть нами допущены, и, соответственно, будем пробовать разбираться и их искать. Ну, например, очень часто такие ошибки НДС не восстанавливаются, то есть аналитический учет не должным образом не организован. Сейчас вот как раз уже более детально я хочу показать вам некоторые моменты после проделанных работ, которые мы с вами как раз будем разбирать в модуле 4, а именно предоставлять корректировочную отчетность контролирующей органы, если возникнет такая необходимость. И, соответственно, поговорим о обязанностей по уплате своевременной задолженности по налогам, в случае если она образовалась после восстановления нашего учета, если такое возникло. Так, значит, ну, соответственно, дать первоначальные знания по восстановлению бухгалтерского учета в коммерческой организации, безусловно, это цель нашего курса. Показать возможности программного продукта 1С с точки зрения автоматизации, да, это безусловно, и мы с вами не будем практически вручную работать, мы будем стараться с вами все документы добыть, завести в программу именно автоматизированным способом, что может быть также вам в дальнейшем пригодится в обычной деятельности, в обычной жизни. Все, что касается увидеть бухгалтерский учет заданно вперед, это будет этому посвящена небольшая подтема после того, как мы уже с вами закончим восстановление бухгалтерского учета, сформируем бухгалтерскую финансовую отчетность, корректировочную отчеты, и как раз она будет направлена на именно то, каким образом мы с вами отразим ввод начальных остатков для тех организаций, которые, допустим, захотели перейти и пользоваться программным продуктом фирмы 1С. Вот мы знаем, что до отчетной кампании с 2019 год мы бухгалтерскую финансовую отчетность с вами при введении любого учета могли предоставлять на бумажном носителе, начиная с этого года мы предоставляем ее только в электронном виде, но опять-таки наши контролирующие органы понимают, что мы не успеваем с вами шагать в ногу со временем, и для организаций, у которых выручка от реализации в год составляет менее 800 миллионов, и списочная численность средняя менее 100 тысяч рублей, еще предусмотрена сдача отчетности на бумажном носителе в течение всего 2019 года. Но как раз вот почему я об этом заговорила, именно потому что как раз вот, мне кажется, вот будет такой большой поток организаций, которые, малых предприятий, которые будут переходить на какие-либо программные продукты, в том числе на программный продукт 1С-бухгалтерия, потому что, конечно же, все формируется автоматически, все формируется оптом, быстро и корректно. Так, значит, ну без труда, да, если вдруг вы потеряетесь, вы найдете наш курс именно в цепочке курсов на нашем сайте, можно и воспользоваться окошком поиска, по окончании вы получите документы, свидетельства или удостоверения, в зависимости от того, предоставляли ли вы документы об образовании нашим менеджером или нет. Свидетельство международного образца будет по истечении трех месяцев по окончании курса размещено в нашем личном кабинете. И, соответственно, также вы будете иметь возможность его и распечатать, может быть, предложить к своему портфолио, либо вот есть, мы знаем, сайты по поиску работы, там также есть возможность разместить именно сертификаты с действием международного образца, который вам получен в электронном виде. Ну и, соответственно, так как непосредственно восстановление бухгалтерского учета поименовано в профстандарте «Бухгалтер», который у нас с 2016 года используется организациями, указанными в законе о бухгалтерском учете, такими как страховые общества, акционерные общества, наша программа входит, может, входит в программу дипломных наших слушателей. О необходимости восстановления бухгалтерского учета сказано в 402 ФЗ. Конечно же, непосредственно о необходимости там не говорится, там говорится о том, что мы с вами обязаны хранить первичные учетные документы сроком не менее 5 лет, и акцент делается именно на то, что мы должны обеспечить безопасные условия хранения документов в защиту их от изменений. Поэтому, если бывают такие случаи, когда вот в моей практике было, что нас действительно затопило, мы были на первом этаже, документы лежали в шкафу, в коробках таких, в картонных коробах, документы затопило, и, соответственно, никакая справка жилищной организации, которая занимается обслуживанием, не освобождала нас от того, чтобы мы восстанавливали бухгалтерский учет, и обязательно приняли меры по восстановлению первичных учетных документов, на основании которых мы составляли с вами бухгалтерскую отчетность финансовую на протяжении прошедших пяти лет. Опять-таки, при смене руководителя тоже я была свидетелем того, что организации перепродаются, то есть переписываются с одного, так скажем, учредителя, хозяина на другого, и новые руководители, новые учредители, они даже не понимают того, что вся история, вся именно подноготная организация до того момента, когда они стали руководителями, теперь полностью в их ведении. Соответственно, также они должны были в момент принятия руководства организации принять и документы бухгалтерского учета, на основании которого были сформированы бухгалтерская финансовая отчетность. В налоговом кодексе также ссылка идет на то, что мы должны обеспечить сохранность документов, на основании которых мы с вами отражали формирование данных для составления налоговых деклараций и расчетов. Помимо всего этого, также я уже сказала, что мы косвенно будем затрагивать тему кадров, потому что, конечно же, безусловно, там есть такой раздел охраны труда, достаточно обширный и объемный, но тем не менее, то, что касается кадров, мы должны знать, что есть такие документы, которые должны храниться длительный цикл, и по длительным циклам мы понимаем документы хранением свыше 10 лет. Но прежде чем уже приступить непосредственно к практикуму, который как раз будет направлен на подготовку уточненных деклараций, давайте мы с вами вот опять-таки, да, такой, ну это прям не совсем чек-лист, да, но тем не менее, что мы должны с вами сделать после того, как мы отразим данные, но, безусловно, эти данные будут те, которые я вам скажу, документов будет немного, не очень много. Вот по написанию курса я запланировала 37 сделок, поверьте, будет именно направлено, направлено вот эти вот 37 сделок на то, что все равно они будут внутри одного месяца, опять-таки будут рассмотрены именно, то есть будут затронуты те аспекты, в которых вы должны видеть, уметь видеть оборотку, уметь видеть, определять, что происходит здесь и сейчас по взаиморасчетам с контрагентами. Ну мы с вами давайте непосредственно перейдем к практикуму, а именно представим, что мы уже с вами сформировали данные по восстановлению бухгалтерского учета, ну каким-то образом, конечно же, будем говорить о том, что раздобыли и предыдущую декларацию, в данном случае мы сейчас будем говорить о налоге на добавленную стоимость, и, соответственно, проанализируем. Вот этот вот анализ мы сделаем с вами в 4 этапа. Первый, произведем сверку с контролирующим органом по налогу на добавленную стоимость, попробуем посмотреть и почитать, а что там у нас отражено именно в этой выписке, которую мы с вами получим. При необходимости, а у нас возникнет такая необходимость, мы с вами произведем доплату налога, рассчитаем пени и предоставим корректирующий расчет. Значит, перед вами анализ счета 6802 по налогу на добавленную стоимость, то есть это те данные, которые мы с вами увидим в учете после отражения операции по восстановлению учета. Прекрасно. В программе, сейчас я ее поищу, в программе есть замечательные функционалы и механизмы, встроенный модуль 1С отчетность. Будем с помощью этого модуля, так, слушайте, что за смешки? Так, с помощью этого модуля 1С отчетность мы с вами как раз будем знакомиться с тем, каким образом все-таки взаимодействуют с налоговыми органами, а как писать им письма, а как получать сверки, а как в дальнейшем, может быть, уточнить те или иные платежи. И вот в составе этого модуля, в разделе сверки, конечно, безусловно, у нас с вами не будет возможности такой, приобрести каждому ключ, да и тем более это нужно делать на юридическое лицо, которое зарегистрировано в налоговом органе. Но тем не менее мы с вами проработаем какие-то вопросы, также у вас будут в раздаточных материалах все подробные инструкции о том, какие сверки сделать, как и когда. Мы с вами запросим сверку, выписка операций по расчетам с бюджетом. Соответственно, в настоящий момент, конечно же, безусловно, я не могу отправить этот документ, электронный документ оборот не настроен, наша организация Орион еще не подключена. Но тем не менее, поверьте мне на слово, все, у кого уже есть программный продукт, в котором вы работаете, если подключен механизм именно по отправке налогов, отправке отчетов контролирующие органы и сверх с контролирующими органами, без труда нажмете на кнопочку «Отправить», и запрос будет отправлен. После того, как мы запрос отправим, ну, там в зависимости от того, каким образом у них работает программа, потому что все действия, которые у нас с 1С отчетностью мы с вами будем производить, они будут производиться в отсутствии человеческого фактора. То есть вот в настоящий момент сейчас я отправила письмо в налоговый орган. Это письмо я отправила в, соответственно, машине. Машина мое письмо получит, проанализирует и пришлет мне сверку расчетов по всем налогам. Опять-таки будем подробно говорить, каким образом запросить сверку по всем налогам, по конкретному налогу. Сделать это все будет несложно. Но давайте мы сейчас с вами опять-таки вернемся в именно материал, который я вам показала. То есть это те самые данные, которые у нас получились в учете. Если я опять-таки сформирую в нашей рабочей базе, в которой мы будем с вами работать, тот самый анализ, который сейчас я именно вам демонстрировала, то увидим, что по счету 68.02 за первый квартал у нас именно те самые данные, про которые я вам говорила. И сумма налога к уплате равна 438 216 рублей. Ну, такую смоделированную покажу вам сейчас именно. Показываю вам сейчас уже смоделированную мной сверку, которую я получила из налогового органа. Если вдруг у кого-то уже сейчас... Вот, Наталья, у вас нету случайно такого подключенного, да? Потому что мы, конечно же, рассматриваем сейчас именно на программном продукте 1С. Я не то, что фанат, не то, чтобы поклонник. Я вот просто очень как бы часто сталкивалась с тем, что программные продукты, которые мы приобретаем в, так скажем, у других операторов, там есть же множество операторов, которые отправляют отчеты с налогового органа, и в том числе в другие контролирующие органы. И, соответственно, эти программы, их тоже надо обновлять. 1С, безусловно, надо обновлять. Из-за того, что много факторов влияет именно на формирование тех или иных отчетов, это и загрузка адресов, это, соответственно, и какие-то обновления новых форм. То есть, соответственно, будет работы в 2, а то и в 3 раза больше. Поэтому, конечно же, безусловно, такой акт сверки именно в таком формате, который не будет абсолютно ничем отличаться от того, что я вам сейчас показываю, можно заказать и в любом другом программном продукте. Вот что я сейчас с вами вижу. Вот я вижу, что, конечно же, здесь совсем даже не пахнет теми самыми суммами, которые я вам показала. Опять-таки, мы с вами производим сверку расчетов по налогу на добавленную стоимость. То, что сейчас у меня в учете, я вижу в анализе счета 6802, я понимаю, что после восстановления учета 438 216 рублей – это та сумма, которую я должна заплатить. То есть, восстановив данные, я пришла именно вот к таким результатам. Запросив сверку в ИФНС, я проанализировала, что это вообще, да, никаким образом не подходит на ту самую цифру, которую мы с вами только что видели. Но, безусловно, когда я только начинала видеть вот эти вот все цифры, мне тоже было страшно. На самом деле, детальное такое подробное рассмотрение, а, конечно же, в жизни будет не так просто, как у меня показано. Мы с вами, конечно же, проанализируем, что сверка очень похожа с налоговыми органами и на любую другую сверку, которую мы будем получать от контрагентов. И мы видим, что есть даже и упоминания о дебете и по кредите. Наверное, мы прекрасно понимаем, что слово «платежное поручение» по виду документа означает, что, видимо, нами был уплачен налог. Расчет налоговый первичный – это, соответственно, тот налог, который мы заявили к уплате в бюджет. То есть, видимо, ну и как раз так очень часто бывает, у нас работают бухгалтеры по совместительству, которые, тем не менее, какие-то отчеты уже без нас отправляли. Вот, конечно же, задача наша – все-таки привести все к общему знаменателю. В настоящий момент вот то, что мы сейчас видим, все-таки в целях именно отражения операции по налогу на добавленную стоимость будет означать следующее. Мы налог на добавленную стоимость за первый квартал должны предоставить декларацию по налогу на добавленную стоимость не позднее, 25 апреля. А вот тогда, когда мы этот отчет, налоговую декларацию предоставили, наш налоговый орган будет, безусловно, понимать, что он должен видеть на нашей карточке по расчету с бюджетом, такой сленг у налоговиков есть сокращение аббревиатуры КРСБ, то есть перед нами КРСБ – карточка по расчету с бюджетом. В дебетовых оборотах мы должны с вами видеть именно ту сумму, заявленную налоговую к плате в бюджет. 25 числа у нас начислено по налоговому расчету первичному 99 880 рублей. Опять-таки, обращая внимание на номер, 2019 год, квартал 01, расчет налоговый первичный. То есть нужно будет привыкать к тому, что не все так будет просто нам вот именно преподноситься на сайтах и именно ресурсах налоговиков. Налоговики именно наладили отражение и программные продукты по отражению нашей декларации работают таким образом, что сумма налога, которую мы заявляем, к уплате, она как раз будет развиваться на три части. И по срокам будет показано, когда мы будем платить. Ну а мы же знаем, что тот налог на добавленную стоимость, который у нас будет получаться по результатам отчетного и налогового периода квартала, будет возможность уплачивать его в размере 1 3 от суммы, которая у нас указана в декларации. Соответственно, наверное, я буду расчетным путем определять или вычислять, что все-таки предыдущий бухгалтер заявил налог к уплате в бюджет в сумме 299 641 рубль. Эту сумму я получила, сложив три предыдущие. Ну и также опять-таки по карточке расчетов я вижу, что сумма налога уплачена. Безусловно, может быть и такая ситуация, да, может быть только налог начислен и ни капельки не уплачен. Может вообще не происходить никаких движений по карточке с расчетов с бюджетом. Будем говорить о том, что как раз можем формировать в разделе отчетности. И опять-таки, да, если мы абстрагируемся от встроенного модуля 1С отчетность программной продукты, это можно сделать и любого оператора. Можно запросить сверху по списку предоставленной отчетности. То есть если уж прям настолько, да, у нас все запущено. Тем не менее, ну у нас вроде бы жить можно, да, и по легенде все-таки мы с вами именно имеем данные по налогу на добавленную стоимость, по декларации, которые были предоставлены ранее. Соответственно, анализируем, что за 21-й налоговый период, что соответствует первому кварталу, у нас с вами была отражена сумма налога на добавленную стоимость к уплате 299 641 рубль. То есть наше действие, да, собрать максимальное количество документов, кладем перед собой декларацию и вот уже смотрим, а какие суммы налога у нас отражены к уплате. И понимаем, что вот то, что мы сейчас с вами увидели, оно не может нам не понять, оно должно быть проанализировано, и мы должны вот уже с вами осознать, что сумма налога на добавленную стоимость разбита именно на три части по срокам к уплате. Оплатим мы с вами не позднее 25-го числа месяца, следующего за окончанием квартала. Далее, не позднее 25-го числа второго месяца после окончания квартала и, соответственно, третьего. Если вдруг у нас присутствуют с вами такие дни, которые называются днями переноса, в данном случае мы видим с вами 27-го, 0-5-го начислена одна треть суммы, то такие дни переносятся с выходных и нерабочих праздничных дней на первые рабочие дни. Вот 27-го мая как раз у нас будет предстоит перенос по такому случаю. Очень хорошо, проанализировали. Значит, что мы должны сделать после этого? Мы должны понимать, что на сайте ИФНС в карточке по расчету с бюджетом у нас отражена сумма налога к уплате 299 641 рубль. Наша, конечно же, задача предоставить уточненные, корректировочные сведения в случае, если мы этого не сделаем, при налоговой проверке, в случае обнаружения, что мы с вами не доплатили налог, конечно же, мы с вами понимаем, что нам его, безусловно, доначислено. Да еще и будут начислены пении штрафы. Поэтому, соответственно, наша задача максимально избежать вот именно такой административной ответственности. Анализируем. 299 641 рубль было начислено и уплачено, а в настоящий момент сумма налога к уплате равна 438 216 рублей. Ну, попробуем, давайте определить, наверное, какую сумму налога к уплате мы с вами должны показать, но сделать это будет несложно, правда? Всем понятно, что мы с вами должны доплатить 138 576 рублей. Это не что иное, как сумма налога, которая у нас сейчас появилась к уплате и та сумма налога, которая была заявлена ранее. Предоставить декларацию нужно только после того, как у нас будет уплачена с вами сумма налога, которую мы именно занизили к перечислению в бюджет. И в случае, если мы этого с вами не сделаем, то с суммы неуплаченного или не полностью уплаченного налога налоговики при получении налоговой декларации в тот момент, когда они произведут камеральную проверку, начислят нам не 20% от суммы неуплаченного налога. То есть это будет приблизительно, да, возможный штраф в случае, если мы с вами перед сдачей отчетности не произведем доплату налога. Возможный штраф, пишу. Возможный штраф – это не что иное, как наша сумма налога, которую мы должны заплатить, умножена на 20%. Ну, я не знаю, много или мало, кому как. Если я вижу, что, в общем-то, обороты небольшие, то сумма, скажем, приличная. Как мы можем избежать штрафа? Избежать штраф можно только путем предварительной оплаты, не только суммы налога, но и тех пени, которые мы с вами должны будем исчислить самостоятельно. Ну вот, что касается пени, да, то есть понятно, что сумму налога обязательно надо заплатить, а вот теперь давайте попробуем рассчитать пени. Опять-таки сделать это будет нам не так уж и просто. То есть мы с вами знаем, что мы с вами не доплатили 138 576 рублей, да, а вот теперь мы с вами давайте попробуем рассчитать пени. Расчет пени. Вот расчет пени, наверное, у нас с вами также будет цепляться именно за те даты, в которые мы должны произвести с вами перечисление налога. Если мы с вами вернемся к сверке, то увидим, что несмотря на то, что у нас сумма налога к доплате была 138 000 рублей, видимо, она тоже должна быть поделена на три части, правильно, и должна быть доплачена сумма налога по сроку 25.04, сумма налога по сроку 27.05, и сумма налога по сроку 20.06. Но, безусловно, если бы мы рассматривали всевозможные варианты, которые могут усложнить вот именно наш учет, я опять-таки скажу, что сколько раз у меня происходили сверки по именно расчету с бюджетом в моменты восстановления учета, и может быть, там, знаете, я приходила на смену к другому предыдущему уволившемуся бухгалтеру, вот такой красоты не было. Вот, все-таки это очень красиво. Обычно бывают такие цифры, вообще не поймешь, да, откуда. То есть начислено 99, разыскиваешь декларацию, соответственно, уплачено 50, много всего может быть. Наша задача, да, с вами все-таки понимать и читать, что здесь происходит. Но мы, наверное, понимаем, что вот здесь вот мы недоплатили одну треть от 138 000, правильно? Вот давайте мы с вами попробуем рассчитать пене. Значит, соответственно, расчет пене по сроку 25-го, 0-4-го. То есть анализируем, должны были бы заплатить 25-го, 0-4-го. Следующий такой этап, да, в расчете пеней, это те пене, которые мы должны были с вами заплатить по сроку 27-го, 0-5-го. И следующие пене, которые мы с вами должны заплатить по сроку 25-го, 0-6-го. Я опять-таки обращаю ваше внимание, что несмотря на то, что указаны такие даты, которые будут у нас в будущем, мы, как правило, все материалы, все курсы прописываем в рамках 4-го квартала, а в дальнейшем уже производим именно перенос, переброс на квартал тех или иных документов. Я могла бы, допустим, взять за основу тот же самый 18-й год, но, к сожалению, там ставка налога была другая, и в тот момент, когда мы с вами будем работать, все-таки совсем не хочется вас путать. Вы бухгалтеры начинающие, нужно максимально доступно и просто вам преподнести информацию, усложняться, утрудняться, вы уже будете сами в процессе своей деятельности. Так, давайте анализировать, сколько мы недоплатили по сроку до 25.04. Видимо, 138 576 рублей разделить на 3. Правильно? Такая же сумма у нас с вами будет по сроку 27.05. Что-то мне не нравится такой формат, и такая же сумма по сроку 25.04. Но, безусловно, мною будут вам даны подробнейшие материалы, в том числе, как рассчитываются пени. Когда-то, очень давно, пени считались достаточно легко и быстро и составляли 1,03 часть отставки рефинансирования, которая начислялась за каждый день. Но наши налоговики, конечно же, тоже не стоят на месте и в своей именно практике стараются, как мы понимаем, ну, я не скажу, да, прям, что они совсем так злобствуют, да, по-разному бывает. Но, тем не менее, все-таки они стараются из всего подчеркнуть выгоду, и законы, конечно, пишутся на то, чтобы мы платили побольше, и они получали побольше. Так вот, получается, с 1 октября 2017 года у нас, вот, опять-таки, для работающих главных бухгалтеров, для вас, да, казалось, вернее, для начинающих бухгалтеров, казалось бы, что 1 октября 2017 года это было достаточно давно. Для тех бухгалтеров, которые работают 1 октября 2017 года, такое ощущение, что это было как будто вчера. Так вот, как будто вчера налоговики сказали нам, что в случае, если мы просрочили уплату платежа сроком, который не превышает 30 дней, то мы как раз можем платить именно рассчитывать пенни и уплачивать бюджет, исходя из одной трехсотой ставки рефинансирования, которая у нас сейчас приравнена к ключевой ставке. А вот уже начиная с срока, который будет превышать 30 дней, то есть с 31 дня, мы должны будем с вами платить на срок, превышающий 30 дней, одну 150-ю часть. То есть мы понимаем, что если мы должны заплатить, допустим, рассчитали 300 рублей, то одна трехсотая часть будет рубль, а одна 150-я часть будет в два раза больше. Поэтому, конечно же, наша заинтересованность именно в том, чтобы мы с вами, соответственно, не запускали эти моменты, потому что даже если мы скажем, может быть, и так сойдет, но придут, но начислят, поверьте, пенни могут достигать таких приличных размеров. Ну давайте с вами попробуем рассчитать пенни. Про ставку рефинансирования. Ну вот, Наталья, я не знаю, слышали вы что-нибудь, не слышали? Да, слышали, прекрасно. Я так вижу, что вы. Ну все, хорошо, потому что вот опять-таки, Наталья с курса теории бухгалтерского учета, есть, конечно же, слушатели, которые совсем только начинают, для них это вообще что-то непонятное. Но мы, соответственно, конечно же, тоже должны с вами понимать, что ставка рефинансирования постоянно меняется. Но уже довольно-таки давно она составляет у нас 7,75%. Мы анализируем с вами, наверное, для того, чтобы проанализировать, мы отталкиваемся от того, что давайте скажем, что мы будем рассчитывать налог и пенни к доплате. И это у нас, допустим, будет бухгалтерская справка от 31-го, ой-ой-ой, 31-го, хотелось 0-1-го. От 0-1-го, 0-7-го 2019-го года. Да, ну вот как будто так вот случилось, что мы с вами устроились на работу в этот день или, может быть, к этому дню именно произвели все те действия, которые будем с вами на курсе производить. Значит, наверное, нам нужно сначала посчитать дни. То есть те дни, которые у нас составили именно задолженность по платежу, по сроку, который мы должны были заплатить 25-го на 4-го. Анализируем. Наверное, с 25-го мы уже с вами имеем задолженность. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Это будет 6 дней в апреле, правильно? Я так сначала на карандашик возьму. 6 дней в апреле. Дальше целый май. Так. Целый июнь. Так. Мы же 1 июля с вами будем платить. Правильно? Угу. Так. Очень хорошо. Значит, за это количество дней мы должны с вами начислить пенни, ходя из задолженности 46 192 рубля, те, которые мы должны с вами были заплатить по сроку 25-го на 4-го. Что у нас с вами будет 27-го, 0-5-го? Считаем пока только количество дней. 27-го не заплатили. 28-го, 29-го, 30-го, 31-го. Это будет у нас с вами 5 дней в мае. Плюс 30 дней в июне. 1-го числа уже, так думаем, что заплатим, поэтому за этот день у нас с вами пенни начислены не будут. 25-го, 0-6-го. 25-го, 0-6-го у нас с вами также должен быть произведен платеж в сумме 46 192 рубля. И мы с вами не заплатили 25-го, 26-го, 27-го, 28-го, 29-го, 30-го. 6 дней у меня получилось. Правильно? Начинаем считать. Сумма налога к уплате, сумма пенни, да, к уплате будет равна сумма налога, который мы в срок не заплатили, умноженной на ставку рефинансирования. Правильно? 7,75. И поделенная на 300, то есть 1 трехсотая часть, только за 30 дней. А если у нас с вами, сейчас немножечко подвину, всего 6 плюс 31 плюс 30. Значит, видимо, за 37 дней мы начислим с вами пенни в размере 1,150 части и 30 дней в размере 1,03. Правильно? Значит, 46,192 рубля умножить на ставку рефинансирования, напишу здесь процент, делить на 300 рублей, делить на 300, то есть 1 трехсотая, и умножить на 30 дней. Соответственно, сюда же у нас с вами прибавится точно такой же расчет. 46,192 умножить на 7,75% ставка рефинансирования, делить на 150 и умножить на 37. Всем понятно, правильно, откуда это у нас получается? Ничего не получилось. Сейчас изменим формат. Ничего не получилось. Ищем ошибочку. Ну, попробую умножить на 7,75 разделить на 100, написать. Может, иногда бывает не цепляет, потом формат поменяем. Может быть, текстовый стоит. Сейчас попробуем. Ух! Помогите найти ошибочку. Бывает такое. Ага, текстовый. Ставим общий. Это что такое? Не хочется на калькуляторе считать. Не хочется. Все. Значит, сумма пенни по сроку к уплате по тому налогу, которому должны были заплатить до 25.04, составляет у нас 1241 рубль. И таким же образом мы с вами поступим и с платежом по сроку 27 мая. Но я, наверное, прямо отсюда скопирую, с вашего позволения, формулу. И, наверное, мы понимаем, что 30 дней у нас будет в размере 1,03 ставки, а 5 дней, которые как раз превышают эти 30 дней, будут в размере 1,150. И опять у нас ничего не работает. Ну, вот так сейчас формат. Нет, ну так вот формат, формат. Ничего не хочет считаться. Ай-яй-яй. Посчиталось. Соответственно, уже те пенни, которые мы с вами рассчитаем по сроку платежа 25.06, у нас с вами будут составлять только, сколько там было, 6 дней? Ничего не помню. Сейчас 6 дней, да. Так, 6 дней. Значит, соответственно, именно пенни будут по последнему сроку платежа рассчитаны на 6 дней. Ну, значит, соответственно, если мы с вами эти все три суммы сложим, то предварительно, только заплатив, доплатив сумму налога и предварительно доплатив те пенни, которые у нас с вами получились, а именно 1,861,54 рубля, мы с вами избежим именно того штрафа, который нам, соответственно, грозит. Опять-таки формировать и предоставлять уточненный корректировочный расчет, декларацию. В случае, если у нас с вами сумма налога к уменьшению, у нас нет необходимости, да, как говорят налоговые органы. Ну, опять-таки, они подчеркивают, что будут именно прям чуть ли не в ручном режиме камерать в нашу декларацию, так как все-таки не любят они, когда мы с вами заявляем сумму налога к уменьшению. Что бы я сейчас хотела вот именно вам показать? Сейчас я бы хотела вам именно показать, что при формировании и сдаче декларации в контролирующие органы мы с вами должны увидеть на нашем лицевом счете в налоговом органе на карточке по расчету с бюджетом, да, КРСБ, именно такие все те данные, которые здесь указаны. То есть по предоставленному корректировочному отчету мы с вами должны увидеть, что сумма налога к уплате за первый квартал составляет у нас 438 217 рублей, потому что налог на добавленную стоимость платится в полных рублях. Ну, мы с вами что, сформируем обязательно отчет корректировочный, сдадим его, причем предварительный отчет у меня уже с вами будет сформирован, и, соответственно, сформируем с вами корректировочный расчет, который с видом будет уже не П, а К1. Я сейчас очень быстро сделаю, да, без анализа, потому что что-то мы и так припозднились, переживала, что переживаю, да. Значит, соответственно, корректировочный отчет в номере корректировки, если мы поставим с вами 1, это как раз и будет тот самый сигнал контролирующему органу в том, что тот отчет, который, налоговую декларацию, которую мы предоставляем, это не что иное, как корректировочная декларация. И в виде именно декларации мы с вами будем видеть, что это корректировочный отчет с номером 1. Соответственно, мы, наверное, с вами анализируем, что таких расчетов может быть очень много, да, корректирующих. И вот в моей практике у меня аж было однажды 7 корректировочных деклараций по налогу на прибыль. Но, может быть, сейчас просто нет времени, да, расскажу при случае. Итак, представляем себе, да, что мы все-таки с вами заполнили декларацию. Декларация по данным учета заполняется в программе. Ну, вообще, учет по налогу на добавленную стоимость программных продуктов 1С организован очень хорошо и очень достойно. Если мы с вами, опять-таки, проанализируем тот самый счет на 68, то мы, конечно же, подробно поговорим о каждой строчке, о каждом соотношении, потому что, конечно же, есть еще некоторые именно такие перекрестные пропорции в учете. Но, видимо, при отсутствии и сальдо начального, и платежей в бюджет внутри этого квартала мы с вами должны увидеть сейчас в декларации сумму налога по плате 438 216 рублей. Получилось, да, 217, как я уже сказала, округлилась наша сумма. Вот что мы с вами увидим как раз после того, как произведем сверку уже после сдачи корректирующего отчета. Как мы видим, дата записи операции в карточку, видимо, поменяться не будет, да, сторнироваться эти проводки тоже не будут. Отражение нашей корректировочной декларации будет создано дополнительными проводками и даже и в случае увеличения, и в случае уменьшения. Вот таким образом, сейчас я увеличу, да, наверное, там, Наталья, как вам видно? Да, видно. Ну, значит, мы видим с вами, что те расчеты, которые у нас с вами были отражены при предоставлении первичного отчета, они остались неизменными. Наш вид документа, который мы предоставили, это не что иное, как расчет налоговый первичный. А вот уже 01.07. мы видим с вами, что произведена доплата налога, появилась сальда, которая показывает нам переплату по налогу, и в тот момент, когда мы с вами отразили декларацию, как раз наша сумма налога по декларации к доплате, опять-таки, была разбита на три части и легла тремя суммами. Но, безусловно, здесь еще тоже, опять-таки, не можем вместить это все в вебинар, будут даны расчеты пеней, а раньше когда-то налоговые органы говорили о том, что не было у них такого механизма, чтобы именно отслеживать момент наличия задолженности на момент сдачи декларации корректировочной, и могли они только в ручном режиме проверить. Сейчас у них очень работает механизм, поверьте мне, если будет подана именно корректировочная декларация и не будет уплачена налоги или пене, 20% штрафа будет начислено. Ну, там есть такие обманные пути. Я вам сейчас, давайте, закругляемся. В общем, приблизительно вот что-то такое я вам и буду говорить. Но, безусловно, мы с вами будем подходить медленно к этому. Основной упор будет сделан на формирование именно данных для составления бухгалтерской финансовой отчетности, для составления корректирующих деклараций в случае, если это понадобится. Также мы с вами будем говорить о тех механизмах, которые будут взаимодействовать именно автоматизацию учетов, расчетов не только в программных продуктах, но и с контрагентами. В частности, все документы, которые будем создавать, будем, так скажем, в автоматизированном режиме заводить и поговорим также об электронном документообороте. Так, уважаемые, в общем-то, все, что я вам хотела сказать. С удовольствием отвечу на ваши вопросы, если они у вас есть. С удовольствием буду рада новым встречам. Всем здоровья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!